Мир вам, братья и сёстры! Моё желание со всеми вами вместе сказать ещё раз и ещё раз Слава нашему Господу, который по великой своей милости дал нам эту возможность ещё и в этот день, в этот раз прийти на это место, чтобы прославить его. И как бы хотелось, чтобы наше сердце, наши мысли, наши чувства как раз и были направлены к тому, чтобы нам не заниматься какими-то нашими другими делами, общениями, разговорами, но чтобы наше сердце было именно направлено к тому, чтобы в этот день особенный день, я бы сказал. Я думаю, что уже многие знают и понимают, почему этот день особенный день. Мы ещё будем прочитывать, будем беседовать, разговаривать, делиться словом. Но желание, чтобы мы все от всего сердца и серьёзно отнеслись к тому, что мы находимся в Доме Молитвы. И когда мы приходим сюда, перед нами как раз стоит этот наш молитвенный дом, на котором большими буквами там написано, что это Дом Божий. Конечно, может быть, по привычке мы уже и не замечаем этого, можем ходить и не замечать. Но именно этот Дом Молитвы, и никакой другой дом, это там, где люди приходят поклониться Богу, где люди пришли, чтобы услышать Слово от Бога и что-то сказать Богу. И как бы хотелось, чтобы мы это понимали со всей нашей серьёзностью и относились к серьёзностью. Потому что иногда мы привыкаем, знаете, потому что мы часто сюда приходим, в этот дом, как говорят братья, каждый день этот дом задействованный. И, знаете, хотелось бы, чтобы в наших чувствах не появились такие мысли или такое чувство, чтобы у нас не было, неправильное чувство. Знаете, когда мы там находились в Союзе, и там были такие дома, где написано было, не знаю, как, тысячу мелочей, на украинском тысячу дребниц. Заходя туда, в этот дом, в этот магазин, там мог человек найти что угодно. И когда мы приходим в этот дом молитвы, чтобы мы знали и помнили, что это не дом рекламы, это не спортзал, где можно поразвлекаться, где можно позаниматься. Но чтобы мы всегда помнили, что это дом молитвы. Это не дом торговли, это дом молитвы. И оно не там, где дают рекламу. Это там, где поклоняются Богу. И как бы хотелось, чтобы мы это осознали со всей нашей серьезностью, потому что мы знаем, что есть написано в Священном Писании о храме, Святом Божьем храме, где Бог благоволил присутствовать, являть себя. Куда являлся первосвященник, мы, может, будем еще прочитывать это, он дошел до такого состояния, что Христос однажды вошел и говорит, что вы этот дом сделали домом торговли. Ну, еще сказано там, вертепом, разбойнику. Знаете, что это такое вертеп? Может, многие и не понимают, что такое вертеп. Это место там, где эти плохие люди делят свои добычи. Это вертеп назывался. И я бы не хотел, чтобы это случилось там, где люди, которые называют себя христианами, превращался в дом молитвы, вот, в подобные дома, которые случаются в жизни. Но чтобы мы помнили, что мы пришли в дом молитвы. И это есть дом Божий. Мы часто можем слушать такие слова, что где вы двое или трое собраны в уиме Мое, я там посреди вас. Понимаем ли мы со всей серьезностью, что нас не двое и не трое, два полных зала, которые пришли на это место. И пришли, чтобы поклониться Богу во имя нашего Бога и Спасителя нашего, Иисуса Христа, о котором мы уже слышали, который пришел однажды на сей земле, чтобы спасти грешников, из которых мы с вами тоже. Это дом молитвы. Дорогие братья и сестры, я бы хотел, чтобы мы именно сегодня расположили наше сердце к тому, чтобы нам услышать Слово Божие о том, чем я бы хотел поделиться, именно прочитать из Священного Писания, потому что это тот день, когда слупал еще один день, который заповедовал Господь. Мы помним, этот день назывался, я эти два места хочу прочитать, когда Бог заповедовал, что этот день свят для вас, этот день свят для вас. Никакого дела не делайте. «Но приносите Богу жертву в этот день». И Бог в этот день почил сам, дал нам пример, осветил и благословил этот день. И в этот день еще другой день, как раз именно насупал тоже. Великий день, священный, святой день. Великий святой день. И вот сегодня, как никогда, в наше сердце должно понимать, что христианин не тот, кто приходит в Суверание. И христианин не тот, кто слушает очень часто Слово Божие. Может, читает его. Или, может, проповедует здесь. Или поет в хоре. Кто христианин? Кто бы мог подсказать? Кто исполняет это Слово? Подсказывает правильно. Значит, мы знаем. Но иногда, может быть, как этот, знаете, однажды, написанное в Священном Писании, вошли в храм помолиться два человека. И мытарь, и фарисей. Мытарь осознавал свое состояние, и молился, и просил Бога, бия себя в грудь, чтобы Бог его помиловал, чтобы Бог его простил. В чем он? Чувствовал себя не таковым. А другий напротив него написанного внимания и говорил, благодарю Тебя, Господи, что я не таков. Вы знаете, может быть, мы думаем, так мы же, христиане, мы сейчас в доме молитвы пришли послушать Слово Божие. Но вы знаете, именно тогда, когда самое великое желание наше и со всякой нашей ревностью мы бы хотели, чтобы наше сердце было домом молитвы или домом Божьим, где бы обитал сам Господь, пребывал. И Он сказал, я вселюсь в сердца ваши, и вы будете ходить в заповедях моих и уставы моих и повеления будете соблюдать. Именно тогда, когда мы как бы расположили свое сердце и все наше желание горит, чтобы предоставить наше сердце, чтобы он был храмом Божиим, как написано. Именно тогда мы в этом храме можем увидеть этих двух человек, если мы захочем, мы можем увидеть этих двух людей. И самая опасность для человека, когда он, наблюдая со стороны, может увидеть, как эти два человека в этом же храме, один бьет себе в грудь, а другой превозносится. И проблема этого фарисея не в этом, не в этом, мытаря не в этом фарисея, а в нем самом проблема. Как бы хотелось, чтобы это не случилось с нами, чтобы не произошло это превозношение в нашем сердце, там, где происходит, может быть, борьба, чтобы мы прислушались, чтобы наше ухо было внимательное, сердце наше ухо, чтобы нам не превозностись, потому что именно этот день еще называется день смирения, когда Господь заповедал смиряйте души ваши. но чтобы мы научились смирению, смирению, ибо именно с такими людьми благоволит Господь пребывать и присутствовать в таком сердце. Он говорит, я призрю нас смиренного и сокрушенного сердца. А в другом случае, там написано есть, что этот мытарь пошел больше оправданный домой, чем этот фарисей. Я думаю, этот фарисей, он не говорил неправду, он говорил именно то, что он делал. И это дало ему повод превознестись над тем, который, смиряясь перед Богом, бил себя в грудь и просил милости от Бога, чтобы Бог помиловал его, чтобы Бог его простил. Как бы хотелось, чтобы у нас тоже такое было чувство и желание именно сейчас, перед нашим Богом в смирении просить у Бога милости, просить у Него прощения, есть у нас о чем просить, я думаю, есть о чем просить. Перед нашим Богом просить милости, просить прощения, чтобы Бог нас помиловал, чтобы Бог благословил, чтобы Бог нас очистил от всякого порока и греха. Первое место, которое бы я хотел прочитать для нашего рассуждения, именно по поводу этих двух дней, которые сегодня совпали один с другим. Это место будет, первое место, которое я хочу зачитать, это будет из Левит, из 23 главы. Я думаю, для нас уже эта глава очень знакомая для многих. Здесь есть написанные такие слова. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сонам Израилевым и скажи им о праздниках Господних, в которые должно созывать священное собрание, вот праздники мои, шесть дней делай дела, можно делать дела, а в седьмой день суббота покоя священное собрание никакого дела не должно делать. Это суббота Господня во всех жилищах ваших». Я думаю, мы стараемся по крайней мере, чтобы в этот день помнить, как написано, чтобы мы помнили этот день, это праздник Господний, это Господь говорит, это праздник Господний, священное собрание. Ну, мы пришли на священное собрание, и в этот день еще один праздник как раз упал, о котором тоже в этой главе есть записано, только 26-м стихом. Я не буду читать по порядку всю главу, я прочитаю именно эти два места. «И сказал Господь Моисею, говоря, также в девятый день седьмого месяца, сего день очищения, да будет у вас священное собрание, смиряйте души ваши и приносите жертву Господу. Никакого дела не делайте в день сей, ибо этот день очищения, дабы очистить вас пред лицем Господа Бога вашего, а всякая душа, которая не смирит себе в этот день, истребится из народа своего. И если какая душа будет делать какое-нибудь дело в день сей, я истреблю ту душу из народа ее. Никакого дела не делайте. Это постановление вечное в роды ваши, во всех жилищах ваших, это для вас суббота покоя. И смиряйте души ваши с вечера девятого дня месяца, от вечера до вечера десятого дня месяца. Празднуйте субботу вашу. В общем, это Священное Писание говорит по библейскому календарю или тот календарь, который используют в Израиле, это как раз является этот день, это десятое число. И здесь говорит Слово Божие, говорит Господь, что из девятого, то есть вчера вечером, когда мы стали соблюдать этот день субботний, мы приготовлялись к нему, начался и этот день. Тоже написано Священное Собрание, никакого дела не делайте и смиряйте ваши души. Ибо кто будет делать в этот день какое-нибудь дело, душа та истребится из народа ее. Вы знаете, это Божие Слово. Это не сказал какой-то человек или придумал какой-то пророк, высказал такие слова от себя, это сказано Богом, Божие Слово, что должны мы делать в этот день. Ибо в этот день написано есть это постановление говорит вечное священное собрание добудет у вас этот день очищения. Вы знаете, мы можем подумать и сказать сейчас, что мы должны очищать себя каждый день. Да, мы должны очищать себя каждый день. Всякого греха, какой мы сделаем, есть в Слове Божьем как бы напоминание или нам или учение, как мы должны поступать в нашей жизни, нашей повседневной бытовой жизни нашей. как мы должны приготовлять себя и очищать и как ими мы должны быть. Но именно этот день это особенный Бог сказал день, который очищает вас. Я припоминаю один случай, когда мы там еще жили на Украине, мы ходили на собрание в субботу и там жили рядом недалеко от нас родственники моей мамы. Мы идем на собрание, вы знаете, что как здесь, так и там суббота и воскресенье это выходные дни. Ну обычно всегда люди занимаются там работами на огородах в такие дни лета. Но я на собрание и мама своим, ну как бы и мои родственники позад мамы остановилась и говорит, что сегодня великий день, сегодня святой день, Бог этот день благословил, освятил и дал народу своему, чтобы народ его в этот день находился в покое и в собрании. И это происходило очень часто. Вы знаете, они не сердились за это. просто просто они как бы состраданием и сожалением говорили, что тетя они говорили моей маме. Но это было не для нас, говорит. У нас все дни должны быть святости, написано. У нас все дни должны быть святости. Не только один день. Это было для Израиля, а сейчас для нас христиан все дни. Но к сожалению святости не происходил ни один день. Не то, что все ни один день. Потому что когда человек игнорирует Божьим словом и Божьими постановлениями, нет у него страха во первых, и нету благовения перед Богом, и у него нет и желания и стремления, чтобы пребывать всегда и все дни его святости. А наоборот смотришь чем дальше, как говорят, чем дальше в лес, тем больше дров. Желание моего сердца, чтобы в нашей жизни этого не происходило и не произошло никогда. Но чтобы мы чем больше, чем дальше, как написано есть, мы возрастали. Возрастали в меру возраста Иисуса Христа. То есть из веры не в таком понятии, чтобы нам перебегать из одной церкви в другую, я не в таком смысле Слово Божие говорит, где другая там вера, но из меньшей веры в большую веру, из веры в веру, из веры в веру. Потому что у многих людей есть такое понятие, что я не хочу переходити из веры в веру. А именно надо переходить от веры в большую веру, чтобы Бог дал нам на это силы. Давайте я бы еще хотел по именно этому месту Священного Писания еще прочитать некоторые места, которые именно говорят, что в этот день происходило. Что происходило в этот день. Давайте первое место, которое мы с вами прочитаем, это будет Левит из 16 главы 29 стих. И да будет все для вас вечным постановлением в 7 месяц, в 10 день месяца смиряйте души вашей. Там мы читали в 9 день, но там говорится с вечера. А именно 10 этот день говорит, когда должно быть Священное Собрание. 10 день. В 10 день месяца смиряйте души ваши и никакого дела не делайте ни туземец, ни пришлец, поселившийся между вами. Ибо все день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты перед лицем Господня. Это суббота покоя. Для всех, для вас, смиряйте души ваши, это постановление вечное, очищать же должен священник, который помазан и который посвящен, чтобы священно действовать ему вместо Отца своего. Вот здесь говорит нам Слово Божие, что должно делать и как это должно происходить в этот день, очищение, как должно происходить это священное собрание, этот день, в этот день очищают вас. Мы знаем, что Господь заповедовал в своем законе народу Божьему, давшему, что человек должен принести жертву за каждый грех, который сделал. И вы знаете, это происходило таким образом, когда человек осознавал свои преступления, свои согрешения, свои грехи, он приходил к священнику, который как бы давал ему инструкцию, что нужно сделать за этот грех и какую принести эту жертву. И написано есть в этой главе записано так в левитах в 17 главе написано 11 стихом «Потому что душа тело в крови и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши ибо кровь сия душу очищает». Здесь написано есть, что кровь очищает, Бог назначил эту жертву для жертвенника, кровь эту приназначил и Он заповедовал строго, чтобы эту кровь ни в коем случае не употреблял народ израильский в пищу, потому что истребится та душа. Он кровь назначил для жертвы, чтобы очищать сынов Израилевых, я ее приназначил для жертвы. И получается вопрос, но если же каждый раз, когда человек согрешает, он приносит жертву, чтобы эта жертва очистила его душу, и все-таки еще раз в году надо было приносить эту жертву освящения для всего Израиля, и для дома священника, для его семьи, и даже для святое святых. Казалось бы, для чего это так? Но так Бог установил, так Бог заповедовал, и так должны были это исполнять и народ Божий по отношению к священникам, и священники по отношению к заповеди от Бога, данной им. Они должны таким способом освящать и напоминать, написано есть, напоминалось всегда о грехах. И если случилось, что этот священник неправильно принял жертву за грех, который сделал человек, и в этот день он ходил один раз во святое святых для учета перед Богом, то Бог его поражал там смертью. Вы знаете, если бы случалось в нашей жизни подобное, как есть написанное в Священном Писании, кажется, векклезиас сказали такие слова, если нет, вы поправьте, что от того не страшатся делать сыны человеческие грех, что не сразу совершается суд над недобрыми делами. Не сразу совершается суд над недобрыми делами. Если бы это было с нами, подобно, как с Ананией было, я думаю, наше сердце было бы другое. Мы бы сюда приходили в другом виде, с другим намерением, с другим желанием, и сердце наше было бы совсем другое. Но за то, что это не сразу совершается, но все-таки адмистии в этом нету. За всякое слово, за всякий поступок, за всякое отношение наше к Богу, к Его слову, за все придется дать отчет своей жизни. Ибо вырвать и переписать историю нашей жизни невозможно, или исток вырвать с этой истории тоже невозможно. За все придется дать отчет перед нашим Богом. Все-таки отчет придет. Конечно, возникает вопрос, какое отношение наше к этому дню, или как написано в Новом Завете об этом дню, знаете, в этом дню очень мало написано в Деянии Апостола, но все-таки вспоминается один случай, записанный в Новом Завете об этом дне, когда, я думаю, все мы вспоминаем этот случай, когда было плавание апостола Павла. И Павел говорил, что когда видел, что уже погода это в конце года, и всегда вот в Израиле это пророку при конце года получается, и все-таки время указывает на ухудшение погоды. И Павел это предвидел, он говорил такие слова, что наше затруднение будет затруднением, и он советовал, давал советы этим корабельщикам, потому что говорит, и пост уже прошел, то есть этот пост назначенный весенний этот период, уже прошло это время, и можно ожидать очень пристойную погоду для их плавания. Но все-таки знаете, об этом дне им говорить много не надо было. И проповедовать им об этом много не надо было. Надо было, чтобы просто сердце людей было расположено и приготовлено и их, и наши в этот день, и не только в этот день, всегда, но в этот день особенно, чтобы мы научились смиряться перед нашим Господом, чтобы Господь по великой своей милости простил нас, простил наши согрешения, простил наши провины. Есть написано в Священном Писании, мы уже, приходя в этот день, мы понимаем, что никак в день субботний, заповеданный Богом, который Он сам почил и сказал, что приносите жертву вечером, приносите жертву утреннюю в этот день, двойную жертву, все дни приносили жертву, но в эти дни особенная была жертва, то есть двойная жертва. Но мы не приходим с этой жертвой, мы не приходим в субботний день, не приносим эту жертву, мы не приносим ни анса, мы не приносим ни волов, ни овец, потому что мы понимаем, что наша жертва уже была принесена однажды, та жертва, на которую указывали все жертвы, приносимые в храме Божьем посредством священников. Все жертвы указывали на единую жертву, на единого анса с небес, потому что эта жертва приносимая и эта кровь проливаемая, она не делала человека в совести чистым, она не освобождала его, она только напоминала все его сознание, его признание, что он признал этот грех, он сознается в этом грехе, он приносит за этот грех постановленный Богом в законе, а идя в жизни, как Яков пишет в своем послании, что братья, все мы много согрешаем, так случалось и в жизни Израиля, все много согрешаем, и за это все приносили жертву, а сейчас мы тоже все много согрешаем, он там говорит же, братья, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергаемся большому осуждению, потому что все мы много согрешаем, как нам быть сейчас, вы знаете, такой вопрос однажды задал один еврей, который также был в числе тех евреев, которые не приняли Иешуа как свою жертву спасительную, предназначенную Богом еще прежде создания мира, храма нету, священников нету, жертвы нету, а грехи есть, так каким способом задавался всегда вопросом, а каким способом сейчас нам очищаться, ведь всего этого уже нету, и вы знаете, один раз он обратил внимание, может подобно как и у нас было написано Дом Божий, может по-другому, или Дом молитвы, он зашел туда, он поинтересовался, что это за дом, и что за служение там происходит, и он услышал слова, которые там были проповедованы на этом месте в этом служении, что кровь Ешуа, Мессии Израиля, очищает нас от всякого греха, ибо он есть агнец Божий, заклонный однажды за грехи всего мира, и это слово упало в его сердце, и он принял Мессию, он принял Мессию Израиля, он стал называться, как и мы с вами, христианами, и стал служить Богу, как он и служил, но принял в сердце свою Мессию Израиля, спаситель мира, который дал закон свой, не только для Израиля, написано есть у премудрости Соломона, где Соломон пишет такие слова, я зачитаю там пару слов, чтобы не исказить это место Писания, обратите внимание на эти слова, что говорил как я думаю это Соломон писал, это называется премудрость, книга о премудрости Соломона, вот место Священное Писание, это говорится о народе Божьем Израиле, когда Господь выводил его из Египта, об этом идет здесь речь, и написано такое слово, место Тот дал ему указателям на незнакомом пусти огнесветный столб, и для благополучного странствования безвредное солнце, ибо те достойны были лишения света и заключения во тьме, то есть в народе египетском, в Египте, потому что держали в заключении сынов твоих, через которых имел быть дан миру нетленный свет закона. вы знаете, дорогие братья и сестры, в настоящее время люди, которые называют себя христианами, мне недавно, ну, не так уж и давно, но достаточно давно, может, лет три назад, четыре, четыре, одна женщина возле дома Ивана Пруцка, две женщины проповедовали, там стояли, и я подошел к ним, и они начали проповедовать тоже, и мне, и начали проповедовать, как Христос нас избрал, как Христос нас любит, как Христос нас простил, очистили, хочет дать нам царство, райскую жизнь на этой земле, где жил некогда Адам, а потом согрешил, был выгнан, а потом Израиля Бог избрал, но они не соблюдили его закон, он отверг и избрал нас, народу изъязычнику, потому что время, и она сказала, эра Израиля закончена, вера, то есть эра этого народа закончена, Бог с ними, говорит, не хочет иметь никакого дела, сейчас он обратился к нам, к христианам, мы его приняли, и он хочет нас спасти, я слушал, смотрю, у нее книга под рукой, я говорю, что это за книга, она говорит, Библия, на каком языке, на русском месте, на английском, я говорю, можно прочитать один стих, там, несколько стихов, да, можно, я открыл книгу, прочитал 11 главы, из Римлян, где апостол Павел пишет, не отверг Бог народа своего, которого он наперед знал, я говорю, я не понимаю, вы говорите, что отверг уже, эра закончилась, а тот же апостол Павел, о котором вы проповедуете, он говорит, не отверг, я говорю, не знаю, кого больше слушать, вас или апостола Павла, она говорит, ну, это такой вопрос, что это нужно, чтобы наши старшие братья пришли и вам, говорит, объяснили, дайте свой адрес, и они придут, объяснивать, я дал адрес, но они не пришли, не пришли и не объяснили, я говорю, вы покайтесь светом и больше такое учение не распространяйте, потому что вы распространяете неправильное учение, ну, они так и пошли, вот такие, таких людей есть очень много, очень много, есть написано в Священном Писании, я бы хотел, ну, хотел бы еще сначала продолжить эту свою мысль, что, как случается с нами сейчас, и как мы получаем очищение, каким способом происходит это наше очищение, есть это записано, я хотел бы прочитать еще место из Священного Писания, это будет Евангелие, первое послание Иоанна, есть написанное такое слово, это будет первая глава, первое послание Евангелия Иоанна, «Рыкшая» «Рыкшая» Писання или pub «Рык гуля» «Рыкар» Я буду читать немножко выше, с 5 стиха, с 1 главы, прочитаю такие слова. И вот благовестие, которое мы слышали от Него, и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. И дальше Он пишет, братья, мы согрешаем, как и Якова, и много согрешаем в жизни. Но когда мы исповедуем грехи наши, когда мы исповедуем? Исповедание, вы знаете, люди это делают по-разному, исповедание. В разных деноминациях или религиях люди это делают по-разному. Но мы должны исповедовать наши грехи, которые мы сделали перед нашим Богом, исповедовать перед нашим Богом. Исповедовать наши грехи. И если мы, говорит Иоанн, исповедуем наши грехи, то Он, будучи праведен и верен, простит нам согрешения наши. И очистит нас от всякой неправды. Очистит нас от всякой неправды. Потому что эта единственная жертва, принесенная однажды к концу веков, она может очищать человека и всю его жизнь. Если человек правильно, подобно как в то время, подходит к этому вопросу. Но если мы согрешаем друг перед другом, как быть в этом вопросе? Вы знаете, много людей, называющихся христианами, они делают неправильно и очень неправильно. Может быть потому, что об этом не так много говорится, не так много учат нас, как нам делать, как нам поступить в этом вопросе. Когда мы брата огорчили, когда мы его обидели. Потому что мы читали, 12 глава была прочитана в предмет нашего поучения к евреям. И там были такие сказанные слова. Старайтесь иметь мир со всеми, и что? И святость. Без которой никто не увидит Господа. Дорогие братья и сестры. Знаете... Мы должны к этому относиться с тряпетом. Может быть, у нас такие мысли, что я хожу на собрание постоянно. Я не пропущу ни одно собрание. Ну, если случится где-то, может, пропущу. Я занимаю очень важное служение в собрании. Я много пою, я много молюсь, я много проповедую Слово Божье. И вот все эти качества, я скажу, это качества, это не пороки, это качества, могут нам дать такую надежду, что это гарантия нашего спасения. Вы знаете, есть подобные люди, о подобных людях их записано в Священном Писании. Когда пришло время перестать перед Творцом, перед Судью праведным, праведным Судьем, который будет судить весь мир, написано, «И перед Ним пристанет всякое колено». Они пристали перед Ним с качествами. Он говорит, вот идите вот у меня, я не знаю у вас. Господи, ну как? Так мы с чудеса творили Твоим именем, мы без совести сгоняли Твоим именем. На улицах наших Ты нас учил. И что я уже заметил, там Бог не сказал уж, вот уйдите от меня, вы делали грехи, вы делали преступления, и вы недостойны, вы не заслужили спасения. Я никогда вас не знал. Это страшное слово. Это грозное слово. Я вас никогда не знал. Как это может быть? Вы обратите внимание, что Христос их здесь не обличает в неправде. Уж ложь, говорите. Вы не моим именем чудеса творили. Бесовь изгоняли тоже не моим именем. На улице свах учили ложные учителя. Он ничего этого не говорил. Об этом вообще не вспоминается. Говорит. Я вас не знал никогда. Вы делали беззаконие. Так что же определяет нашу праведность? Как я уже сказал, посещение собраний или пение в хору, или участие в молитвенной группе, или, может, много участий в многих служениях, чем больше, тем я святее становлюсь. Или, может, мне надо высшую степень собраний, тогда гарантированное мне спасение. Что же определяет нашу праведность? Многие люди говорят, благодать. Благодать. Мы теперь под благодатью. Нам грехи прощены. Мы под благодатью. Мы очищены однажды. Однако же забывают, что мы все много согрешаем. И придет время, когда по какому-то стандарту будет определяться праведность праведных и нечестие нечестивых. И как вы думаете? Как будет определять нашу праведность с вами? Давайте я зачитаю это место из Священного Писания и, наверное, буду кончать, потому что я уже время занял, может, и много. Сейчас записаны такие слова. Как Бог определяет праведных людей. Я зачитаю два места Священного Писания. Мое желание, чтобы мы внимательно прослушали. Это записано есть в Ездре, в третьей книге Ездре, записаны такие слова. И он отвечал мне и сказал. Раньше, чем Всевышний сотворил век с Адамом и всеми происшедшими от него, он приготовил суд. Вы слышите? Еще прежде, чем Бог создал этот век и Адама, Бог уже предназначил суд. Написано. И все, что относится к суду. Он приготовил суд и то, что относится к суду. Нет Вселенной, нет Адама, нет греха, нет живущих еще на земле. А он уже приготовил суд. И все, что относится к суду. Теперь же уразуми на основании своих собственных слов. Ведь ты сказал, что разум возрастает с нами. Потому что те, кто живет на земле, терпят здесь мучения. Потому что, имея разум, они совершили беззаконие. И получив заповеди, не исполняли их. И, будучи последователями закона, отвергали закон. Вроде бы последователи закона. Но закон Божий отвергали. Полученный ими. Что же имеют они сказать на суде? Или какой ответ дадут они в ближайшее время? Такие люди, которые приняли закон Всевышнего. Я думаю, мы все знаем наше предназначение. И нашу цель, и наше желание. И наше место, и Священное Писание. Куда мы себя относим? Конечно, все скажут, к Божьему народу. Но Его же народ. Ну да, действительно. Так же написано. Что Бог избирает из всех народов. Из двух народов, так сказать. Из Его народа, который именовался Его именем. Из тех, которые не именовались Его именем. Избирает в себе единый народ особенный. Который будет ревностный народ. Особенный у Господа. И ревностный к добрым делам. И как я уже упоминал, апостол Павел припоминает нам, напоминает нам или указывает нам наше положение в этом случае. В Римлянам 11 глава апостол Павел пишет. «Природная ветвь отломилась неверием. Чтобы тебе привиться, тебе и мне, дикая маслина, привиться на то место, где была привита природная лоза, и питаться тем соком той маслины, быть общником корня и сока той маслины. Та маслина сок свой не поменяла. И при том всем, апостол Павел говорит, не гордись, дыка маслина, но бойся. Бог не пощадил природной ветвы, и тебя не пощадил». И вот мы, находясь, или понимая, или считая, что мы находимся в этом положении избранного народа, особенно ревностного, добрым делам. И читаем эти слова. «И в самом деле, сколько времени, а? Что умеют они сказать на суде, или какой ответ дадут они в ближайшее время и все те, которые там вместе с ними? В самом деле, сколько времени Всевышний проявлял долготерпение к тем, кто населял век, и не ради их самых, а ради исполнения предусмотренного им срока». Бог очень много терпит. Он чудный. Мы слышали, было пропетано в начале нашего служения, что чудный Иисус, дивный Иисус. Да, это термин из Священного Писания, где пророк Исаия говорит о нем, что ему нарекут имя чудное. Он и не советник, он и Бог крепкий, он и Отец Вечности, он и Князь мира, он и Царь царей, он и Господь Господствующий. И вот здесь Ездра говорит в другое место. Обратим внимание. Я отвечал и сказал Ездра, «Владыка Господи, вот ты определил законом твоим, что праведные наследуют это, а грешники погибнуть». Ну и здесь уже точка. Для нас понятно и ясно, как будет определять Бог праведность праведных, и нечестие нечестивых. И там дальше еще можете прочитать эту главу, Ездра 17, 7 глава, там говорится о путях, которые будут проходить люди после смерти, праведные и нечестивые люди. Мое желание, чтобы Господь дал нам силу, дал нам мудрости и страх, чтобы нам, как я уже сказал, чтобы мы научились иметь и старались иметь мир со всеми. И все наши отношения, чтобы мы всегда не только здесь научились говорить, но и жить. иметь мир и святость со всеми. Как я уже сказал, что как нам должно поступить в нашей жизни, когда мы совершаем друг перед другом, во-первых, всегда, как и тогда, так и сейчас, человек должен осознать. Осознать, что он сделал неправильно. Он должен в этом раскаяться. Что он сделал неправильно. Потом он должен признать, то есть признать, раскаяться, признать свою вну и попросить прощения. Вы знаете, что в законе Божьем сказано? И что говорил Никодим Христу? Господи! Христос сказал, что «Мне надолго быть у тебя вдома, ибо и ты, и это сын Израилев. Говорит, Господи, половину своего имения я продам, раздам нищим». Вы знаете, там речи не было о какой-то высокой, мудрой речи, которая бы открыла всю жизнь его, все его ошибки, все его преступления, которые он сделал, сколько он убит, принес людям. Он этого ничего не говорил. Кого чем убедил, что сделаю? Воздам вчетверо. Вы знаете, этот даже закон этого мира, он тоже предусмотрен то же самое. Если человек причинил ущерб какому-то или болт другому человеку, он должен все это возместить, даже и моральный ущерб еще заплатить. И еще, если потеря времени есть, его он не может или работать, или еще какой-то ущерб он еще терпит, и то возместить надо. Вы знаете, это библейский термин. Пусть бы Господь дал нам на это силу, чтобы мы нашли в себе мужество и силы, когда мы видим, когда мы знаем, когда мы чувствуем, когда сердце наше говорит, когда совесть наша еще живет в нас, не умерла, чтобы мы нашли в себе силы сделать правильный подход. И только в таких случаях кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Пусть вот Бог благословит наши сердца, даст нам верный разум, даст нам мудрость, даст нам страхство, чтобы мы, научаясь из Его Слова, старались всегда жить свято, приводить порядок в свою жизнь. Научились из Божьего Слова всегда, как мы читали, чтобы иметь общение друг с другом, чтобы нам ничто не мешало, чтобы мы не отворачивались друг от друга, чтобы мы, когда приходится приветствоваться друг с другом, чтобы в нашем сердце ничего не возникало, обойди, покажи, что ты не замечаешь, обрати на кого-то внимание другого, там, мов ты там кого-то ищешь, что-то у тебя важное, чтобы с этим братом не встретиться, а не поздороваться, может эту сестру, чтобы ее не заметить, чтобы с ней не подойти, я не хочу, я не могу. Братья и сестры, чтобы мы нашли в себе силы, нашли в себе мужество, чтобы наше сердце было свободно, и чтобы наше сердце хотело поприветствовать брата, поприветствовать сестру, подойти и сказать слово какое-то, Приятное и благословенное слово. Чтобы наши отношения друг с другом были в правильных отношениях и с нашим Богом, тогда будут правильные отношения. Чтобы мы научились так жить, тогда мы будем не называться, а быть подлинными христианами. Богу нашему за Его милость, за Его любовь, за то, что мы еще живы, здоровы, слава, теперь в церкви, в веки. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok